Вчерашние школьники, сегодня абитуриенты. С 20 июня в Ивановских вузах работает приемная комиссия. В Химико-технологический университет подать документы можно уже с 19 числа. Этот день для выпускников прошлых лет и тех, кто окончил техникумы и колледжи. В Ухту мы рады нашим абитуриентам. Для них мы работаем по очень комфортному графику приема документов. В том числе есть рабочие субботы. И более того, мы хотели бы, чтобы нам задавали много вопросов, чтобы потом было меньше этих вопросов при зачислении. Заявления о зачислении могут подать до того, как станут известны результаты ЕГЭ. Экзаменационные баллы сотрудники комиссии внесут в базу самостоятельно. В первый день приемной кампании документы в ВУЗ принесли выпускники химического лицея. Ребята уверены в профильном образовании и решили поступить именно в ИГХТУ. Ведь независимо от того, сдадим мы ЕГЭ или не сдадим, какие у нас будут баллы, мы же все равно придем куда-то подавать заявление. То есть этот день, когда нам придется сесть перед человеком, который будет забивать наши паспортные данные в свой компьютер, все равно настанет. Поэтому лучше не оттягивать этот день, а прийти в самый первый день. Правила приема в 2018-м изменились незначительно. По-прежнему документы можно подать в пять ВУЗов, в каждом на три направления подготовки. Если нет возможности явиться в приемную комиссию лично, есть вариант отправить заявление по почте. Это удобно для иногородних абитуриентов. Право на высшее образование есть и у тех, кто давно закончил школу. Я закончила фармацевтический колледж. Сейчас работаю по специальности и поняла, что мне нужно это для профессионального роста. И в ИГХТУ в самый раз есть заочное отделение. Дальше я буду подготавливаться к экзаменам, буду сдавать дистанционно, потом получу результаты. Многие абитуриенты выбрали будущий ВУЗ задолго до сдачи экзаменов. Однако определиться со специальностью – задача не из легких. С этим поможет консультант приемной комиссии. У информационного стенда абитуриенты и их родители могут получить ответы на все интересующие вопросы об учебном процессе и дальнейшем трудоустройстве. Задают вопросы о том, каким образом организовано досуг студентов. У нас огромное количество спортивных мероприятий, художественной самодеятельности, очень развито студенческое самоуправление. Родители, конечно, интересуют условия проживания в общежитиях. Поэтому мы рассказываем о том, что все наши общежития находятся в шаговой доступности и для них созданы комфортные условия для проживания. В этом году Химтех ожидает получить более трех тысяч заявлений. Примечательно, что вопреки общей тенденции число бюджетных мест возросло, их порядка 700. Подать документы в ВУЗы можно будет вплоть до 26 июля.